2 апреля день распространения информации об аутизме. В новосибирском лице Оравнер ребята с этим недугом провели открытый урок для обычных школьников. Подростки рассказали, как живут люди с расстройством аутистического спектра. Рута Келлер выслушала историю успеха, достигнутого несмотря на заболевание. Лев в переводе с иврита означает сердце. Сердце этого здания говорят сотрудники в детях. Необычных. Подопечные интеграционного центра имеют разные диагнозы. Только 60% с расстройством аутистического спектра. Михаил, Алексей и Артур сегодня пришли рассказать о своих талантах. Например, Миша рисует картины. Кажется, нет такой бытовой техники, которую не смог бы подчинить Леша. Артур делает успехи в спорте, за что и получает награды. Пауэрлифтинг, я имею в виду. Это вы что-то поднимаете? Штангу. Поднимаем. Гантелями. И гребля. Академическая гребля. Во! Отлично. А долго занимаетесь этим? Да нет, недолго. Но у вас нет. Три часа. Сами дети сразу редко, когда у них есть какая-то увлеченность, их надо заставлять делать. То есть, сами они хотят быть в своем домике и делать то, что они хотят. Наоборот, закрыться. Закрыться, да, от общества. Поэтому очень трудно было начинать его, приучать к обществу. Подобрать слова, да еще при аудитории в 30 человек для подростка с аутизмом уже победа. Дело в том, что обычно такие ребята закрыты. Кто-то готов жить самостоятельно, кому-то ставят тяжелую форму инвалидности, но и те, и другие нуждаются в поддержке. Наша миссия нашего интеграционного центра – эти два мира соединить и детей с особенностями, и детей с нормой. Чтобы они, находясь на одной территории, не просто ходили друг на друга, смотрели, а чтобы они могли общаться, чтобы они узнавать могли друг друга, как-то взаимодействовать. И в этом взаимодействии рождать что-то новое, полезное, важное, нужное для всех. Кулинария, рукоделие, музыка – все это помогает раскрыть внутренний мир ребенка. Жить в социуме учат и волонтеры, приходят на уроки и знакомят ребят с базовыми вещами. Недавно был урок с мальчиком, я не помню, честно, какой у него диагноз, но он очень красиво рисует, он показывал нам свои рисунки, и он, в принципе, учил нас рисовать. Это было очень здорово, потому что я рисовать очень сильно люблю, но у меня не всегда это получается, а вот благодаря нему я узнала очень много нового. 2 апреля во всем мире отмечают день распространения информации о проблеме аутизма. И главная проблема диагноза не в том, что он есть и его надо бояться, а в незнании, например, что с ним можно жить и полноценно. Рута Келлер, Андрей Руднев, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова